а слушай детям разве можно в тик токи они со взрослыми нету то запрещено ну желательно у детей не было понимаешь сам понимаешь написано ты военный с в отпуске спасибо большинство спасибо на больничном да я сам из россии можно вопрос один я ни в коем случае какой-то негатива не несу я про разговариваю смотри я я понимаю ну я вот спрашиваю людей за что они воюют чисто вот мне интересно за что сказать за шоу не знаем ответа за землю свою а земля же всегда будет всегда будет но так вот за землю за дом класса я навиделся многого негатива со стороны да это правительство россии против украины и в политическая война идет больше как руководство называется политическая но погибают наши как говорится люди но я понимаю но кто пошел ну как сказать кто отправляет вот тебя кто отправил моего сам пошел сам пошел за что я добровольно пошел у кто тебя дал кто тебе дал оружие куда надо идти вы его мы мы как говорится давали присягу народу они правительству поэтому ну как бы знаешь война не поймут люди не поймут две страны друг друга не поймут я считаю что это больше как зеленский не хочет уходить поэтому он сидит защищается вот таким образом россия она не претендует это не территориальная война это война для того чтобы чтобы украина все-таки соблюдала нейтральный свой статус и не вступила в над и а ну знаешь как говорится свободная страна может делать что она хочет хочет у нас отступает хочет она в европу никому же не мешает жить россии правильно мы же не говорим все я давай ты к нам проблема в том что она мешает жить стратегический и военный враг россии и надо сделать все чтобы они не развивались потому что если они будут окружать россию с европейской стороны а потом с кавказа тем самым для россии это катастрофический случай украина об этом знала правительство инуковича это знало правительство порошенко это знало правительство зеленского это прекрасно зала что вступление в нато это война с россией стопроцентная но правительство зеленского шло на это то что может может быть война вот и война наступила спасибо большими долька и она наступила то приходится к каждой стране защищать свой дом понятно а ты не думаешь что это ошибка вашего правительства что война за наступила то я об этом и не задумываюсь я помню поэтому у каждого в стране никто не задумывается ваших не задумываются правильно наши задумываются о будущем что будет в россии в будущем когда украины грузии будет натовскими ну если будет а что россия тогда боится если украина станет например в нато чего россия опасается боится что на нее на представь да ты знаешь карту да там есть черное море правильно черное море это вообще-то украины полностью черное море будет окружена натовскими войсками натовским флотом да это россию ставят не торговать она не сможет торговать не по скандинавскому морю не по черному морю полностью россия будет в европейском смысле изолирована и и что и надо будет дальше идти потому что один раз обещали ельцину то есть горбачеву обещали не расширяться на восток 15 раз расширились польша венгрия македония албания вошли в нато потом они будут расширяться еще дальше казахстан кыргызстан если в средней азии всю свою натовскую сделать тем сам россия развалится и уже новые республики появится когда россия развалится понимаешь россия защищается можно сказать но россия защищается но она пошла с войной на украину на территории украины запад защита на территории украины запад используют украину для того чтобы россию ослабить понимаешь и в этом фактом уж очень богато много погибло а ты веришь в победу украины конечно как как ты видишь эту победу смотри у нас экономика уже четвертая по покупательной способности да и при продолжает расти у нас военный потенциал путин больше выделяет уже все каждым годом больше больше бюджет на военную оборону да у нас вторая армия мира продолжается идет а у нас уже не было еще этой мобилизации представляешь вот смотри смотри да ты говоришь от украина украина грубо говоря давай поставим 40 миллионов населенного пункта подожди подожди немного его 40 миллиона начал войну с нуля 40 миллионов нет 92 года был 50 миллионов и с каждым годом падала у вас нет у крыма у вас нет донецка у луганска запорожской области харькер херсонской области это все сейчас в россии раз его область еще ты взял шахих сонской асовской нету потому что они харьковский есть я говорю о тех сонский счет и веришь нет вот я территории которые вошли в состав россии ты не считай плюс около 10 ну от от 7 до 10 миллионов людей уехала в европу живет сейчас в европе говоря о том что и мы не вернемся после начала специальной операции до плюс за три года сколько умерла в украине вот так на 40 миллионов же у вас давно нет у вас примерно понимая в общем году начало войны 40 по началу вины 40 миллионов было не я до 22 года но да нет я я читал я читал граница как всем волосок всем было 40 миллионов меньше так ты не считай донецке луганск ты не считай вот эти территории знаешь честно говоря я вот сколько на донецке пробыл да и показывали ваши каналы как бы там уже и так же самое работало радио я когда послушал ну блять но полный такой трендэш пиздэш как говорится мы уничтожили 150 танков бляда в украине с початку войны столько не было танков а смотри 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 за день мы уничтожили 30 боевых машин откуда вот здесь новость во первых сми мировой сми каждая российская украинская американская около 7 80 процентов неправда содержатся да конечно я вообще когда послушал все новости первым я просто шоке бы крых было официальное заявление украинских ученые социологи которые занимаются населением и вот они сказали что понятное дело что во время войны пока считать население не сможем но она дала прогноз что у кого-то 1 1 1 до 20 миллионов человек плевать плава поэтому вот ей можно верить я думаю что от 18 до 20 миллионов украине живет примерно сейчас человек на украине меньше намного в данной ситуации живет намного меньше вот если еще три четыре года это все будет продолжаться еще минус 5-6 миллионов смотри в украине будет тогда еще вы берете что будет минус а и но вот просто мне интересно и удаляться люди будут уезжать любимая спасибо люди будет во-первых уезжать несмотря на то что закрыты границы во-вторых будет люди умирать плюс у вас катастрофическая ситуация с рождаемостью то есть новые дети не рождаются говорят то что война идет и каждый раз откладывают рождение ребенка и огромное количество вашего населения на на войне уехала поэтому самара то я не скажу на ваш рожденность идет неплохо да таки до рожденности вот неплохо очень хорошо по всей европе падает население у вас поднимается да ну как поднимается не скажу что поднимается но идет как бы мы не хотели у вас блин ну я не знаю миллиона полтора воюет ваших войск ну если не бой так и осталось 146 половиной 146 половины миллионов осталось у нас да какой осталось у вас больше 700 тысяч погибших откуда ну блин ну как откуда оттуда плюс там минус 200 тысяч где-то раненых нет нет 700 вы считали сатрина каждый день эти примерно скажу это неправда сотри да вот сотри хорошо давай возьмем тысяч погибших не давай возьмем красногоревку которая вот недавно только перешла к российской федерации остаток ни хера сколько там погибло людей запах за год сколько завод очень много давай возьмем солидар 23 год начала сколько вагенцев погибло слушай слушай если бы до столько ситуация плачевная была в россии у нас бы контрактников бы не увеличились каждый год нас каждый год в этом году было 300 тысяч которые подписали контракт сейчас 400 470 тысяч уже на армию украины на 300 человек на 300 тысяч так как россия не может сделать и жертвы если у нас большие жертвы почему у нас наоборот люди добровольно идут воевать а у вас наоборот убегает из украины хотя закрыли границу я знаю что 25 тысяч за цель на слушай эти цифры из воздуха взяты ты сейчас мне не сможешь доказать что действительно столько умерло спасибо за розу давай давай удачи тебе тогда что там у вас тоже есть адекватные люди да которые против уорота сейчас тут у меня творится а за тех кто там блять пляшет ключи то что урана конец она это тупо на бою потому что ну как можно поддерживать убийство людей я против всех войн который происходит считаю что нужно сесть за стол переговоров договориться но я понимаю почему я вот задаю себе вопрос почему зеленский не хочет этого даже у вас законодательно запрещено объективно да вот ты откуда-то решетом с башкирии башкирии короче спасибо но прикинуть тебе тупой в рот и допустим казахстан до примеру берет тебя заходит или дебать это мою мне плохо прийти потому что у нас ядерное оружие есть ну давай начнем с того что жди наш того начнем с того что в россии 90 процентов ядерки которая была у меня стране что ее были меморандуму ядерку украина и казахстан отдали россии оба и у кого был подписан меморандум для чего про меня для того чтобы нам страну по не вторгался ты что что нас будет все оберегать от каких-либо воин что случилось я тебе сейчас это ядерное оружие по факту принадлежит российское ядерное оружие а там не жало советскому союзу по наследству перешло в российскую федерацию потому что россия платила долги советского союза до советского союза момент россии даже не было в советский союз когда были все страны уже россия была рсфср не борода россии на историю понимаешь такое еще раз дайс афср что такое а я ебут еще несколько шуток вы листическая федеративная советская республика рсфср назывался ты говоришь россии не было насколько я понимаю ты читал как там историю екатерина как там екатерина кодеринные 2 2 это российская империя ссср это союза цели я не хочу тебя себя унизить и чего чтобы во первых или же 1 появился масла что первый появился киев или москва 1 новгород я спрашиваю и или макуровая столица древней руси это старая ладога а потом новгород а потом когда олег захватил киев стал киев столицей а россия когда-то она про появилась скажи меня есть россиян греческого перевода переводи на греческую форму ручь больше будет россии ты же говоришь что типа россия была всегда но по итогу ты мне сейчас пытаешься найти на то что греция типа приводить с какого-то там мая блядского языка это я вас не могу моряки а бюджет и есть россия тогда почему она называлась киевская не скажешь столицы значит что получается его еще было ростов тебе не знаю там там куча всего было макс спасибо новгород ладога родимычи кривичи разные славянские племена там жили там мы киевляне новгородцы родимычи кривичи все остальное племя славян арус была одна ручь древняя кроме ручьи больше мире никакого не было я не могу понять а тебе прикольно такие темы ну там типа как-то бля загоняться и вот задаешь вопрос я твоего на твои вопросы отвечаю тебе даже не задавал денег а потому что какая у нас и у нас просил как я отношусь к россиянам я же тебе сказал не но что адекватным россиянам я отношусь адекватно к тем кто поддерживает войны и все прочее это тупые оба йога которые просто не понимают какое вот слово даже на война а почему в украине отменяли советскую историю говорили о том что советский союз оккупировал украину убивали украинцев почему запрещено 9 мая праздновать и почему вас за по советские символики запрещены звезда красная символ советского союза тролл в этот молотый серп запрещен почему потому что мы идем вперед зачем может прошлом с нацистской германии была запрещена коммунистическая партия и у вас запрещена поэтому возможно возможно не факт возможно скажу так то что если жить постоянно прошу то никакого будущего даже в прошлом не живет россии что мы по убрали звезды выбирали всякие садикам пушки и уж вы выбрали потому что мы живем прошу понимаешь памятник или же помнить то что как основал что сделал для того чтобы вы жили понимать мои предки воевали твои предки воевали за то чтобы нас была своя сторона чтобы мы с тобой жили понимаешь и память им нужны обязательно чтобы мы помнили а то чтобы не это не то что мы в прошлом живем народ никогда не никогда не полезет кто полез однажды и от другого полезет но если половина даже не знаешь лично ты ты живешь получаться своим новостям не живет что творится ты живешь по тем слухам по тем книгам по тем историям не просто через польшу привет сюда в украину это сам все увидишь а потом ты скажешь а как же она же так все отопил там пара получилось то что я не увижу что в украине увидеть у нас на творится который хотела цветы поставить памятником советских солдат ей не дали это сделать и даже в тюрьму посудили за то что она нацепила на себе военные формы красная армия из-за этого в украине ее посадили то что я не видел я об этом говорить не могу то что я дарим момент вижу то я тему сказать и я если поясним а понимал я выехал в донецкой области чтобы ты понимал я вжил в самом донецке в четырнадцатом году пятнадцатом шестнадцатом до двадцать четвертого года не меньше чем какой-то там либо русский я вижу все намного больше чем вы там думаете себя вы все конечно вы все умные вы можете здесь пиздеть вам все охуенно вы по новостям видите но те кто у нас на донбассе те видели что здесь творится что творят ваши и пока месте сам лично здесь не пони здесь не будешь и нихуя не может я не говорю что мы все знаем мы все самые умные я действительно не был и не не видел своими глазами что действительно творилось и что творился кошмар лютейший потому что и людей в одессе аллея ангелов честь чего стоит то есть бомбили людей куча умерла людей до сих пор продолжать умирать из российской стороны и с украинской стороны я просто говорю что это лично моё субъективное мнение что зеленский зеленский отправляют вас на эту войну и делать все чтобы не подписать договор не хуя типа он вас роман что а ваш президент не отправляет в чужую страну тупо всех как президент отправлять чтобы защитить от на твоем языке на твоем русском языке не на моем у меня башкирский региональный язык а русский это международный язык русский это не язык россии только понимаешь это беларусь использует русский активно как государственный язык использует казахстан киргызстан узбекистан не говоришь язык россии это неправда ты ошибешься помню одно права украине а выйди идите на прекрасно слушай вопрос можно давай как относишься вот ко мне я вот россиянин плохо или не очень или как я не знаю что ты нормальная людина и ты не за війну а просто мирный житель який просто хочет жить и и так далее то я не засуджую таких людей а вот почему россия начала войну как думаешь ну чтобы захопить украину зачем и украина ну им треба наши земли наши места а зачем ваше земли и у нее же свои есть так я сбитка знаете же путин от репетаты путин почему я я я знаешь если бы не путин если бы вот другой человек был бы до война бы началась четырнадцатом году где россия напала бы на украину всю бы захватил уже давно если бы не путин потому что путин ждет он терпеливо он верит что сможет можно с украины договориться 14 года по настоящей ну то до 22 пытались договориться путин отправлял о том что давайте договоримся подпишем договор и все на этом закончим но украинская сторона во-первых они не соблюдили минское соглашение второе потом уже вообще запретили на законодательном уровне договориться с россией о чем-то поэтому я даже не знаю кто войну-то начал даже интересно даже мне стало а ты разумеешь украинскую мову нет я не разумею украинскую мову но я понимаю что ты говоришь ничего себе а что вы не просто дивно по завжди коли я веду с якимись белорусами або типа россиянами то они не разумеют что я говорю ну потому что украинский больше украинский язык он ну по-разному то есть восточная украина он больше такой по-русски больше общается в западное больше на украинском причем на западно-украинском диалекте почему-то мне вот такое впечатление что украинский больше похож на русский и на польский такой смесь на польский да на польский похожи на багато слів почему так вот почему по-украински похож на польский и на русский одновременно ну бо колись був євросоюз і росія з украиною були можна сказати друзями і всі жили нормально ніхто не сварився ніхто не воював і так далі а зараз я в шо мене короче дядьки в мене три дядька рідних в живуть і тітка рідна теж в москві але ми з ними зараз не спілкуємось коли почалась війна ми дуже рідко почали спілкуватися вот я считаю что в историческом периоде украине там во-первых западна украина в какой-то момент принадлежала польша и вот этот вот какая-то часть польши какая-то австро-венгрии из-за того что долгое время западные территории украины были польскими поляки то есть поленизировали население то есть оставляли учить польский язык население уже немножко по-другому сформировалась и когда это все обратно перешло к россии то это все смешалось между собой появился вот такой вот современный украинский язык так скажем беларуси тоже беларусами немножко то же самое потому что беларуси между поляков их захватывал велика княжеская литовская знаешь такая страна была и 300 лет они были во власти великой княжестве литовской поэтому и смешались русскими появились беларус вот так вот у нас на волыни волынская область ну я взагалі из волынской области нас недалеко от волынской области сразу выхода беларуська граница слушай а у тебя есть девушка а почему не знаю я нашел ту сам ясно я не думаю что путины нужны были там территории и из-за этого там он начал войну вряд ли тут больше подруг другом по другим причинам я считаю что путин поссорился западом и когда запад начал наращивать свое влияние на территории украины грузии и других других стран россия пытается сделать все чтобы запад не пришел на территорию украины и грузии и других молдавии и все остального я так считаю лично мое мнение идет борьба между россией и западом на территории украины вот так вот а лететься питремуешь ты цепи тремуешь что такое тремуешь поддерживаешь войну я хочу чтобы был мир и чтобы россия украина были опять братскими народами и ехали друг другу гости потому что у многих украинцев и русских есть родственники то это плохо когда два этих государств от между собой воюют на то чтобы восстанавливать гази если такого что зараз кое-то мне злиться никакой дружбы не буду я считаю что будет дружбы будет просто нужно время кстати слышал когда зеленский сказал что мы как бы являемся щитом европы и мы защищаем европу не то если бы сейчас украина сдастся россии то россия следующий пойдет на европу поэтому мы защищаем европу он сказал если он так действительно имеет виду почему тогда украинцы защищают европу чо европейцы сами не могут себя защищать спасибо украинцы в першу чергу себя защищают а то есть европу как каже зеленский а ты поддерживаешь зеленского ты наверно никого не поддерживаешь президентов никого не а ты чем занимаешься типа я на данный момент я не буду тебе рассказывать где я працюю и так далее а в кто-то я снимаю багато видео так само я снимаю багато видео в инстаграме можешь подписаться поделитесь в меня польский контент в меня поляки все да и еще и еще и все а ты знаешь русский язык я разумею але говорите я дуже багато слів не знаю говорить не можешь на русском но можно но они все слова и там я могу просто многие принципиально не говорят потому что там россия там агрессор все остальное агрессор все остальное до войны до войны еще коли я учился в школе то мы учили русский язык але коли почалась війна все это тоже какой-то как-то странно потому что русский язык же не россии не язык россии я не читаю русский языком россии потому что в белоруссии это государственный язык да молдавии это тоже много кто говорит по-русски казахстан тоже государственный язык поэтому вряд ли это только русский язык нет только русский нет и в украине багато по-руссийски говорить просто на камеру стараются говорить украинскую а коли поза камерой они бывают русский меня это самая большая вещь а ты сейчас в украине сейчас сам не да не хочешь уехать хочу в польщу дуже же али не может выехать дам говорят можно выехать даешь я не хочу за деньги я хочу на выехать и по закону а не шо потом колес хочу а если не закончится война значит буду в украине вот будет долго будет на самом деле я считаю а если будешь украине тебя мобилизует мобилизирует мобилизирует я не бачу сенсу за кого идти воевать киев 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 киева привет а твоя подруга тоже была с киева я не знаю мы зайшли я не знаю а ты ее не знаешь а вы по-батлились а я знаю я не батлились на все разум все сразу появились в какой скок теле 23 23 24 чем занимаешься фриланс копирует написание текст и допомога студента рефераты курсовые так это козму поеду ломные круто ты учишься или уже закончил все давно да а в этим против это занимаетесь на магистратуру в самаре в самаре сейчас проживаю вот вот так от и от и целенаправленно не говоришь по-русски да то есть или ты не знаешь этот язык я не знаю если честно я всегда разговаривала украинскую и в этом разе я не умею говорить русский язык я умею только говорить украинский я даже английскую особу не умею говорить а ненависть наверно есть к россии а что я просто интересно я не затравлю політичный дом хорошо а у тебя не было желания уехать куда-нибудь в европу я не буду пока никуда 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 и никак только тут достаточно патриотично любишь страну я тут народу я так можно не любить окременно вики ты народишься я есть люди которые считают что куда хочешь туда и надо ехать а за что его вот чисто это не вопрос с негативом просто интерес стал вот за что его любишь я понимаю что тогда но я разговаривать не зачем не украинского мова не я просто цикаго че вы меня разумеют ну да понимаю понимаю а вот как ты зачем как как сказать я как сформировать правильно за что любишь на родину вот природа люди классные вайп тут классный тут своя атмосфера сюда если вы приедете вы понимаете насколько тут есть такая магическая такая сфера где просто тянет до все тут просто хочется жить просто а в киеве остались люди которые на русском разговаривать или все период прийшли на украинский ну частично и звичайно и звичайно я звичайно я ики люди разговаривают різными мовами не тяка российский и когда с тобой общаются по-русски ты на украинском да общаешься с ними я не разговаривала никогда русский я не могу я правда украинский вот знаешь странно для меня потому что вот я был маленький да я вот представлял украину россию беларусь практически одной страной думал что все одно и то же если ты помнишь такой шоу зеленского было смеши смешного по моему вот 2 до 14 года они ты знаешь это шоу комики приходят ты должен смешить зеленского и они тебе дают деньги за это и до 14 года не в рублях то вы платили то есть в рублях платили там а куча всего было но сейчас почему-то удивился что ты не знаешь не говоришь по-русски думаю все знают в украине все боже коменты их больше тебя не включать коменты не выяснить бывает на все життя кто-то не умеет спать я вчера все я просто меня завесла коменты я уже не бачила в этом список такая тема на сне окей 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 бачу 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 дякую что лайкайте я вас бачу люди ого фух а то я уже почала переживать окей а ты в школе изучала русский язык русского не было украинская была литература я буду идти я один батл я иду давай 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 украина